Это кадры, сделанные в ноябре прошлого года в Токио. Ярославная Александра Савичева укладывает на ковер японскую оппонентку и становится чемпионкой мира по кудо. Успех на первенстве планеты стал первым столь крупным достижением в карьере юной кудоистки. Сегодня Александра и десятки других ярославских спортсменов были по праву удостоены звания лауреата спорта по итогам прошедшего 2014 года. 2014 год для меня стал самым важным, это как бы первая ступень. Я выступила на чемпионате мира, заняла первое место, к чему я шла. Вот, наверное, только начала заниматься и спустя пару лет узнала, что будет проводиться такой турнир и сразу начала к нему готовиться морально и, конечно, физически. Повцы, акробаты, теннисисты, тяжелоатлеты, чемпионы мира, Европы, России, призеры всевозможных соревнований. К словам, в зале собрались все те, кто в прошлом году ковал и приумножал спортивные достижения губернии. У нас здесь представлено 10 олимпийских видов спорта, 10 не олимпийских, тренера лучшие, а также паралимпийские виды спорта. На самом деле для нашей области это большое достижение, почему? Потому что у нас есть чем гордиться, поэтому я очень горд, что могу присутствовать и выручать сегодня эти награды здесь. Многие из собравшихся уже не разу доставились областных наград. Однако были и те, кто получал звание лауреата впервые, как, например, волейболисты Ярославича Азизберг Исмаилов и Дмитрий Мостов. В прошлом году ребята стали победителями молодежного чемпионата Европы. Для меня эта награда очень многое значит, потому что область, получается, меня заметила, хоть я и был не в основном составе, но то, что я выиграл этот титул, это тоже что-то значит. Хороший, наверное, показатель того, что ты чего-то добился в прошлом году, то, что меня из молодежной команды взяли в первую. Это тоже как один из пунктов, так сказать, успеха. К сожалению, принять участие в церемонии смогли далеко не все лауреаты. Некоторые спортсмены и сейчас находятся на соревнованиях. Кто-то готовится к предстоящим стартам, как, например, лыжная карабата и любовь из Станислава Никитины, когда они в Перми выигравшие золотые медали юниорского отперенства России. И прямо сегодня приплюсовавшие к ним золото и серебро третьего этапа Кубка страны по фрейстайлу. Областные же награды, как видится, станут приятным дополнением к достижениям ребят по их возвращению домой. Владимир Летуновский, Владимир Чернов. День в событиях.